Неводная преграда, не пролитая дождём, свежая грязевая трасса не может остановить советские боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Это парад победы, это музей 3-е ратное поле России. На километровый Прохоровский танкодром, оснащённый склонами, мостами и водным рвом, на день победы вышли 7 бронемашин. В основном техника послевоенного советского периода. Бронетранспортер 40ЖД, боевая машина пехоты-1, бронированная разведывательно-дозорная машина и бронетранспортер 70. Но среди них выделялся малыш бронеавтомобиль 64, единственный в параде участник Великой Отечественной войны. Эмоции зрителей сразу после парада не нуждаются в комментариях. Мне очень здесь понравилось, особенно как здесь военная техника ехала. Было ли желание посреди парада просто ворваться на танкодром и сесть за рычаги одной из бронемашин? У нас же движений такого в принципе не было. Если бы остановились, конечно бы поездил. Замечательно. Спасибо большое всем за организацию такого замечательного праздника. Что больше всего понравилось? Всё понравилось. А что делал на параде бронетехники и вообще на танкодроме этот раритетный автомобиль? Откуда он и сколько ему лет? Давайте разбираться. Настоящей жемчужиной парада стал отреставрированный немецкий Opel Super 6. Эта модель была выпущена в 36-м году прошлого века. Его максимальная скорость составляет 115 километров в час. А расход топлива кажется вполне современным. Всего лишь 12 литров на 100 километров. Этот серый красавец в качестве экспоната Прохоровского музея с 2010 года. Но в этом году в него вдохнули жизнь реставрационные мастера. У неё остался родной кузов. Ну просто вот всё попереварили там, естественно, укрепили. Всё это сделали. Её всю сделали. Она была вся дырявая, прогнившая, во вмятинах каких-то. Вот поэтому пришлось вот её проварить абсолютно всё, недостающие части сделать. Они всё делали по чертежам. В следующем году организаторы Прохоровского парада планируют добавить в строй ещё одного старичка. Машину ГАЗ-АА. Ту самую легендарную полуторку. Илья Лядвин, Павел Емелин. Программа «Такой день» на мире Белогорья. Продолжение следует.